Добрый день дорогие зрители канала садовый мир у нас сегодня знаменательный день мы наконец-то перевезли свою рассаду баклажанов в теплицу высаживать будем сегодня же она у нас ночь постояла адаптировалась к микроклимату теплицы перевозили мы рассаду вот в таких больших коробках и в том числе высоких овощных ящиках контейнеров рассада вся у меня обратите внимание я вам уже показывала была после двойной перевалки вот в такие большие горшочки объем они 1 литр и в этом году я впервые выращивала рассаду с применением удобрения бельгийская серия от organic mix для овощей в частности у меня в руках упаковка потому что баклажан это овощная рассада и культура и что я хочу сказать по качеству рассады я очень довольна на первый взгляд она кажется переросшей несмотря на то что силы и и в обычные сроки 23 февраля она у меня в этом году гораздо более крупная с более толстым стеблем с более крупным листом более крепкая и не атаковали никакие вредители и что мне нравится она у меня с хорошей корневой системы потому что уже две штучки я высадил посмотрела чудесная корневая а для баклажанов это очень важно какие подготовительные мероприятия мы провели перед транспортировкой рассады конечно же обратите внимание из-за большого габита с куста мы соорудили из подручных средств вот такие подпорки для того чтобы растений у нас не сломались не повредились во время переезда на дачу это обычные палочки из американского клён которого в массе везде мне кажется растет как сорняк и таким образом мы закрепили растение чтобы у нас не было перелома стебля не было надрыва корневой системы при движении внутри коробки еще обязательно полили теплой водой накануне пересадки промочив весь рассадный ком баклажан культура теплолюбивая любит очень вкусно заправленную почву и она не любит переполив но если будет сухой ком посмотрите как легко теряет тургор листочки баклажанов посмотрите вот чуть-чуть они солнышко хватили чем чуть-чуть меньше водички получилось и видите сразу как тряпочки виснут листья не стоит переживать из-за этого поливайте свои растения притеняйте обратите внимание у меня здесь на тепличке сооружен временный вот такой солнцезащитный экран это обычная строительная сетка пвх здесь она очень плотный 80 80 процентов мы ее в ближайшее время снимем у нас уже едет сетка 55 процентов затем и мы натянем поверх теплицы это очень удобно можно будет за каркас теплицы за колышки подвязывать растение и сетка не будет порусить касаться растений еще что сделали самое главное еще растение подготовить на ночь мы их обрызгали раствором адаптогена я использовала и пин и оставила их на ночь в теплице подстраховав на ночь обязательно обогревательным сегодня была у нас ночь с понижением до нуля и наши саженцы благополучно перезимовали как я говорю ну что сейчас пришло время высадки и прям буквально два слова скажу как я заправила грядку дорогие друзья кто не смотрел наши предыдущие программы по подготовке грядок в теплице к высадке основных культур это томаты огурцы баклажаны и перцы напомню что в своей грядочке я заправляла вот таким органическим удобрением от organic mix это морской коктейль комплекс удобрений из остатков морских обитателей это малюски крабы морские звезды ракушки ну и другие скажем так животные морские которые высушены перемолотые и являются ценнейшим источником микроэлементов я его вносила из расчета 100 граммов на один квадратный метр внутри есть мерная ложечка и я четыре ложечки объем 25 граммов носила россыпью на поверхность грядки и заделала потом плоскорезом у меня еще сформированы луночки обратите внимание лунки у меня в два ряда ширина грядки 75 сантиметров и длиной она у нас практически 5 метров 90 сантиметров получилось 28 лунок на расстоянии друг от друга 45 40 сантиметров получится что у меня посадки баклажанов будут два ряда и вернувшись к морскому коктейлю хочу сказать что он является пролонгирным удобрением его мы внесли один раз за весь сезон и все полезные элементы будут поступать из почвы и браться растениями по требованию он содержит азот 5 процентов фосфор 20 кальций 8 процентов и важные микроэлементы это магний серо цинк железо бор и молибден дорогие друзья почвы на участках у нас у всех разное у кого-то тяжелый глинистый с углинистый у кого-то как у меня супесь через который к через кокси то все проходит и влага и питание поэтому у кого такие легкие легко дренируемые почвы я хочу сделать маленькое отступление и ремарку посмотрите у меня внутри луночки вот такие включения вы скажете она что это тот самый полуперепревший компост которому в прошлом году виде травы закладывали компостную кучу при его переборке встречаются такие грубые компоненты которые на первый взгляд еще практически не перепрели они у меня будут работать как растительная губка впитывая влагу при поливе я по одной горсти добавила на дно сформированные лунки вот этот вот полуперепревший компост он по сути питание никакого несет но он облегчает состав и сохраняет влагу баклажаны любят переполива и чтобы вы без конца не поливали лунку который на первый взгляд кажется сухой в ножках у корневой системы вот такая будет подушечка и она будет впитывать влагу при поливе я сейчас немножко ее увлажню вода у меня теплая у кого почва еще холодноватая можете сделать воду погорячее и пока у меня здесь влага впитывается хочу сказать что в каждую луночку при посадке я еще добавляю вот такое удобрение для пересадки рассада от organic mix это мощный органический укоренитель он обеспечит максимальную приживаемость иммунитет и тонус растений и ускорит образование гумусов грядки если у вас бедноватая почва восстановит по дороге почвы и уменьшит потребление растения в поливе я беру вот такую ложечку 20 граммов и засыпаю в каждую лунку давайте сюда вот мы с вами полили и перемешиваю посмотрите оно гранулированное посмотрите содержит азот фосфор и калий в процентном соотношении 4 6 и 1 и еще те же самые микроэлементы которые нам необходимы для полноценного роста развития растений это кальций магний серо цинк железо бор и молибден вот мы сейчас с вами сформировали лунку теперь берем подготовленное растение и приступаем к посадке до задачи как такую лошадку высадить на постоянное место ничего осторожно глаза боятся руки делают это у меня гибрид виталик от агрофируем партнер ну что в рассаде тон хорош прошлом году себя отлично показал вот эту палку которую мы застраховали для транспортировки рассады я пока убирать не буду осторожно вот сейчас под семи дольки я рукой перехватываюсь фиксирую между пальцем эту палку и стволик для того чтобы у меня не было повреждений корневой системы и мягко мягко сейчас я так разверну чтобы вам было видно обжимаю почвенный ком у растения все сейчас видите перевернула чтобы вам показать корневую систему корешочки белые они еще не завелись в кольцо внизу поэтому я почвенный ком не трогаю не расправляю ничего а просто аккуратно переставляю на дно лунки обратите внимание лунку сильно я не заглубляю почва еще достаточно не прогрелась переворачиваем нашего красавчика устанавливаем сердцевину лунки ничего что листочки будут немножко по краям все мы его поставили и сейчас я просто немножко нажимаю на палку вниз чтобы это опора у меня аккуратно переехала в грядку видите подправляю подвязку все мы одежда россии зафиксировать теперь берем тепленькую водичку еще немножко немножко вокруг поливаем чтобы наше растение не потеряла тургор после полива все температура воды у меня 30 градусов и еще у меня вот здесь для колодин этот природный биофунгицид точнее биофунгицид беру две таблеточки и в прикорневую зону аккуратно раскладываю вот так вот почвенный ком прям рядышком это будет защита у нас от развития гриб грибных заболеваний и аккуратно присыпаю чуть-чуть уплотняя наш почвенный ком и чуть-чуть приокучиваю видите таким образом у нас далеко наше растение в толщу грядки не уехала сверху я не поливаю почему потому что мы активно провели лунку сделали полив вокруг почвенного кома и сейчас таким же образом аналогичным я высажу все свои бакалажаны у нас в этом году в программе тестирования много сортов гибридов и мы к ним еще течение сезона вернемся обязательно еще один удобный способ использования удобрения для пересадки и рассады это приготовление органического укоренителя называется он золотой корень на обратной стороне упаковки есть подробные инструкции вы просто берете 50 гран гранул и ведре воды растворяете эти гранул гранул до полного растворения проходит 10-15 минут у вас вот этот раствор рабочий настаивается и можно поливать растение вокруг уже в самой посадочной лунки и таким образом это удобрение благодаря тому что задержит высокий уровень аминокислот дает быстрое украине высаженной рассаде и восстанавливает поврежденные корни а это нам и надо потому что баклажаны из всех посленых это самая капризная культура мы всегда боимся за перец но баклажан всегда должен идти на подстраховки все про посадку я вам рассказала и многие из вас задают вопрос какой температурный режим приемлем для баклажан я хочу сказать сразу при посадке всегда подстраховывать от солнца и от повышенной температуры баклажаны не любят сквозняков то есть если у вас очень жарко в теплице и вы открываете форточки или двери обязательно нижнюю часть страхуйте плотным спонбонтом картоном фанеры чтобы вот этот холодный воздух не гулял у вас по грядке и на ночь если обещают понижение температуры обязательно утеплять тепличку если у вас рассеи расположены линейно в одной грядке сооружать многослойные укрытие например спонбонд сверху пленка так называемая теплая грядка у вас получается грядка термос либо использовать как у меня видите в уголке стоит помощник это переносной инфракрасный обогреватель мы его купили для дома но сегодня поскольку ночь будет холодная мы свои растения подстрахуем здесь нет ни подогрева почвы не подвесных инфракрасных обогревателей поэтому используем все что есть это надо просто пережить пожелаем нашим растениям удачи с органик микс надеюсь что они у нас вырастут не только сытые в рассаде но и дадут нам вкусные плоды красивые глянцевые ну а мы вам потом покажем какими цветами баклажановые радуги они заиграют у нас на грядке многие россии уже цветут и благодаря тому что мы вкусно заправим грядку обеспечим правильный водный режим полива и температурный режим надеюсь что баклажанчики цвет не сбросят а дадут нам уже первые плоды ближайшее время вернемся к ним чуть попозже посмотрим как они перенесут пересадку ну а вы подписывайтесь на наш канал не забывайте что перейдя по ссылочке вы посмотрите где можно приобрести эти удобрения и соответственно в любом marketplace и можете выбрать его уже например на к посадке а если мы успели его положить в лунку его можно заделать вокруг растений по перину по периметру в саму грядку аккуратно пожанка в почву в верхнем слое 5 сантиметров и прикрыть мульчи таким образом вы обеспечить питание своим растениям в течение всего сезона